Добрый день, уважаемые зрители! С вами канал Дневники Бродяги. Сегодня мы находимся на берегу Красноярского водохранилища. За моей спиной хороший, знатный такой водопад. И сегодня мы приехали протестировать новую байдарочку Vega 2 от магазина Time Trial. Итак, друзья, байдарка Vega 2, магазин Time Trial. Только-только пришла первая сборочка. На резиночках имеется экран защитный от воды, отбрызг от волн. Здесь у нас на липучках крепление для полудеки, которая также здесь в комплекте. Имеются упоры для ног. Одна, вторая упора. Корма такая же. И здесь сзади имеется клапан сливной. И сама вода наполнится, чтобы был упор счастливой. Вот такая байдарочка. Сейчас мы ее будем испытывать. В комплекте также идут удобные надувные сидения с липучкой. Крепится на специальные липучки на днище. Так, а вот кольца сверху. При необходимости можно на байдарку установить съемную дырку, зацепить ее крючками за люверсы. Но в таком случае надо сначала ее накидывать, а потом уже докачивать баллоны. Иначе просто в таком положении ее не натянете. Сейчас мы увидим на воду и попробуем покататься на водоохранилище. Воды у нас много. Интересно, наверное, будет. Также в комплекте идут вот такие полусобранные, полусогнутые дуки, которые надеваются на хоккпит, чтобы она, юбка, не сваливалась и держалась плотно. В рядах нашей флотилии появилась наша личная именная байдарочка, брендированная сразу на заводе. Вообще, Тайм Триал очень удивил качеством продукции. Почти любой товар можно сделать по вашим эскизам, любого размера и цвета. Вот и эта байдарка не исключение. Мы проектировали лодку так, чтобы при росте в 180 см и закрепленных ногах в бедренных упорах между грибцами было достаточно места, чтобы уложить сумку объемом в 60-80 литров. При этом байдарка не потеряла бы рулевых характеристик и легко поворачивалась. Высокий двойной баллон не дает волнам захлестнуться даже без использования деки. Надувные сидения дополняют комфорт, держат спину и не дают вашей задней точке промокнуть при попадании воды в лодку. Качает, да, в стороны разные? Ну, это сделано... Ну, как оно прыгает на этой байдарке? Ничего, это сделано специально, конечно, здесь дно получается на одном уровне, а баллоны расположены чуть выше, из-за этого как бы дно V-образное, за счет этого типа скорость повышается и в момент, когда, например, по каким-то порогам, по быстрым речкам можно этими келями, ну, кринами управлять влево-вправо, но все равно она как бы вот дальше не должна пойти вот такого градуса. Ну, вот сейчас в такую погоду я не хочу с такой теплой водой. Да, ну, вода. Ну, так. Так. Это только кажется. Да. По спокойной воде байдарка отлично управляется, хорошо идет влево-вправо. Рыскания практически нет за счет своей длины и массы. Даже вот носовой один гребет, а она не так, чтобы сильно уходит в стороны, но при этом хорошо откликается на весла. Управляем ясно спокойно, Вадим его смотрел. Теперь мы хотим проверить, как она ведет себя на волнах. У нас сегодня водосброс, и это отличный шанс покататься по этим небольшим, но мощным боковым волнам. Ну, туда не пойдем уж. Сток. Сток. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok